В предновогодний период магазина объявляют настоящую охоту за покупателями. Витрины пестрят объявлениями о скидках и акциях. Многие покупатели клюют на удочки маркетологов и буквально опустошают свои кошельки. Специалисты советуют составлять список покупок перед походом в магазин. Это касается и покупок в подарок, и припасов для новогоднего стола. Если мы говорим о предновогоднем периоде, то сэкономить можно просто заранее купив то, что нужно или то, что хочется купить к новому году до наступления ажиотажа. Тогда, когда все это можно купить проще, а зачастую и дешевле. Как говорит эксперт, экономить не только можно, но и обязательно нужно. Как показывает практика, один и тот же товар можно приобрести в двух соседних магазинах с разницей в 10-20 процентов. Также он отметил, что человек не всегда чувствует, сколько он потратил и сколько он сэкономил, особенно когда пользуется безналичной формой оплаты. Безусловно, первым правилом грамотного распоряжения семейными финансами является ведение учета доходов и расходов. То есть человек должен знать, сколько он зарабатывает и сколько он тратит. Смысл даже не в том, чтобы придерживаться определенного процента сбережений, а смысл в том, чтобы текущие доходы всегда покрывали текущие расходы с избытком. Тем не менее, экономить или не экономить – дело каждого. Все зависит от возможностей и потребностей человека. Главное – не остаться с носом и, как говорит эксперт, у разбитого корыта. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюс.